Насколько сегодня Китай заинтересована в России? Ну, в какой угодно, в каком угодно качестве. Насколько Россия сегодня заинтересована в Китае и тоже в каком качестве? Ну, Россия, видимо, больше заинтересована в Китае, потому что они практически потеряли всех друзей и партнеров. Им надо как-то выживать в этом мире. И они видят в Китае потенциально хотя бы партнерок в противостоянии с США, в первую очередь, даже не с Европой, а с Соединенными Штатами. И повестка Дня Лаврова, она абсолютно это все подтверждает, что им надо найти способы противостояния американским санкциям, технологическим, эмбарго, которые наложены. То же самое на финансово-валютном рынке, и риски, которые сейчас возникают перед Россией, с возможностью введения третьего пакета санкций, который предусматривает уже финансовое ограничение. День Лаврова должна иметь какую-то нишу, где это маневрирует. Это немножко совпадает с желанием Китая быть более независимым от американской валюты, допустим, или более самодостаточной в технологическом плане. От России Китай ничего уже не может получить полезного с точки зрения технологии или еще что-то. Там еще какие-то вещи оборонного характера, технологии могут частично идти, но они уже не есть принципиальными для Китая. Китай прошел ту фазу, тот период развития, когда они нуждались в технологиях, в том числе российских. И они все это уже смогли в основном отобрать, переработать, сделать из этого китайские варианты. Да, они не есть более передовыми, чем, скажем, США и передовых стран Европы, но они есть лучше уже, чем в России. Они уже есть лучше, чем в России. То, что производит сейчас Китай в сфере вооружения, оно лучше уже становится, чем в России. Это большой харассмент, так скажем, это стыд для российской системы научно-технического прогресса, о том, что в какой-то период страна, которую они не рассматривали вообще как конкурента, смогла технологически их обогнать. И сейчас многие оборонные программы России в условиях эмбарго и в отсутствии собственной базы, электронной, допустим, они выживают за счет импорта комплектующих из Китая. Микросхемы, какие-то сложные приборы. То есть вместо западных покупают уже китайские? Покупают китайские. Своё не в состоянии сделать. Потому что Китай смог взять опыт разных технологий со всего мира, где что мог. Ну, они хорошие копировщики, тут они хорошо повторяют то, что есть. Немножко сложнее делать что-то более современное. Но то, что они повторяют, они стали его делать более качественным, чем было 10 лет назад, а тем более 20 лет назад. К тому мы можем даже видеть по бытовой технике китайской. Образца там лет 15-20 назад, когда она ломалась и была дешёвой. И то, которое сейчас, на которых стоят бренды американские, и оно работает, и работает достаточно надёжно вот какое-то время. Это о многом говорит. Поэтому Россия, Китай не сильно нужна с точки зрения как партнёр по технологическим вещам. Они им нужны всё-таки как, так скажем, дразнилка в политике с Америкой в отношении как раз показать, что Китай не один, что вот ещё есть Россия. А и Россия ядерная держава. Чтоб там не говорили. Есть ещё... Там нет, я думаю, иллюзий по поводу режима в Москве, в Пекине. Это понимает, что это не коммунистический Китай. Вот, несмотря на то, что там вроде тоже единая Россия, и прочее, не понимает, что это уже мутировавший такой немножко вариант вообще непонятного, такого тоталитаризма. Ну, правда, с которым легче работать, китайцам, чем с другим. Что там, где есть диктатор, там проще китайцам договариваться. Ну, они-то привыкли, как и Советский Союз. Что проще говорить, с одним человеком, чем с каким-то коллективом. Поэтому это игра, не игра, это, ну, ну, игра двух не совсем равных по весу партнёров. Где Россия хочет быть, получить от Китая больше, чем Китай хочет дать и получить от России. Поэтому это больше такая показательная, это даму это визит немножко даже, я бы его назвал, визит отчаяния Лаврова на фоне того, что пошли сейчас отношения с китайцами, с американцами. Дальше жизнь покажет, жизнь покажет. Редактор субтитров А.Семкин